Всем привет, друзья! С вами, как обычно, Роман. И это видео по установке пластикового плинтуса я записывал уже достаточно давно. Но так как не обладал достаточными ресурсами и знаниями в монтаже, так скажем, сам монтаж получился, мягко говоря, не очень. Там говённая музыка, простите за выражение, но оно так и есть. И быстрый монтаж. Многие пишут, что ничего не понятно, ничего хотелось бы больше. Ну, это как бы было для себя видео, по фану, просто сделал, и вот как захотелось, как я видел на тот момент. Сейчас я этот материал перерабатываю, и, может быть, оно будет полезно вам, оцените, посмотрите. В общем, вот что получилось, смотрите. Поехали! Привет! Сегодня монтаж пластикового плинтуса Maxi серии Elite. Фирмы Ideal. Вот такой плинтус, Ideal я люблю. В чём отличие пластикового плинтуса Ideal, в чём он мне нравится? Тем, что он состоит из двух частей такого плана. Ответка крепится к стене, и потом прикрепляется вот эта вот лицевая часть. Никаких трёмных кабель-каналов нету. Одну меру, треть, устраивается. Вот. Единственное, конечно, фурнитура так и остаётся. Уголки, заглушки. Для монтажа плинтуса нам понадобится дюпель-гвозди 6х40, перфоратор с буром по бетону диаметром 6 мм, пылесос для того, чтобы убрать мусор, естественно, шуруповёрт, мини-ножовка, нож и карандаш для разметки. Ножовка нужна, чтобы обрезать плинтус. Можно также использовать реноватор, либо УШМ, что тоже очень удобно. Ну что, понеслась. Я попробую сжато, но всё-таки прокомментировать установку, процесс установки. Для начала мы разделяем целиковую палку плинтуса на заднюю часть и лицевую. Прикладываем к стене и начинаем процесс установки. Сверлим стены. Обязательно сверлим с пылесосом, чтобы пыль не разлеталась по комнате, на чистые стены, на ламинат. Лучше сразу пылесосик держать при околе отверстия. И таким образом пыли не будет, грязи будет меньше. Вставляем дюпелёк и при помощи шуруповёрта мы фиксируем эту заднюю часть плинтуса, саму направляющую к стене. Мы сверлим отверстие где-то примерно через каждые 50 сантиметров. Я думаю, этого вполне достаточно, чтобы плинтус держался достаточно прочно, крепко, не оторвался и не отвалился. Убираем всё, что просыпалось здесь мусоров и так же крепим дюпелями. Я, конечно, не буду весь процесс монтажа вот этой задней части показывать всего периметра, потому что это, наверное, достаточно нудное такое занятие. Но всё же, чтобы вы понимали, какую-то часть нужно показать, потому что было в предыдущем видео много негатива, то, что ничего не понятно, ничего не объясняешь, ничего не видно. Поэтому здесь по максимуму хочу объяснить, чтобы вы поняли, как вы самостоятельно смогли установить плинтус. Вот. Ещё такой момент обязательно. Прежде чем браться сверлить, посмотрите схему электромонтажа и монтажа водяных систем. Сейчас много труб делают в стенах, и много электрики проходит. Если она проходит поверху, отлично. Если вы делаете на каком-то объекте, обязательно поинтересуетесь у заказчика, где проходит электричество, водоснабжение. Потому что бывают случаи, при установке попадают в радиаторы, в батареи под радиаторами. Особенно, да, такая тема – это отопление. Сейчас многие штробят трубы к радиаторам, они проходят по стенам. Тут надо внимательно. Либо это проверяется приборами, либо это всё-таки изначально должен сказать заказчик, где нельзя, ни в коем случае, сверлить. Вот. Мы также не сверлим всё время под розетками, под точками. В принципе, это всё видно. То есть выключатель, розетка мы не сверлим. Батареи также можно проследить, где она может прийти, и зону риска мы выбираем. Но иногда может быть и не то в тех местах, где мы ожидаем проходить электрика. И так далее. Особенно в углах иногда бывают штробят. Вот могут тут нюансы попасть. В общем, когда мы установили по всему периметру направляющие, мы начинаем ставить саму лицевую часть. Она защёлкивается. Начинаем от угла. Мы ставим всегда угловой элемент, уголок так называемый. Они бывают внутренние и наружные. Тут используем мы внутренние и наружные углы. У нас, к сожалению, в этой комнате нет, я не покажу. И когда мы первую палку закрепили, уже будем плясать и ставить другую. Обратите внимание, наличники от двери тут не стоят. Но плинтус должен быть доходить до них. Мы попросили кусочек наличника, который будет стоять. У нас он заранее был подготовлен. И по нему я именно отмечаю. Обычно это 7 сантиметров. Но если нету наличника, то стандартный. Примерно размер это 7 сантиметров. Но у нас есть кусочек. Мы можем точно вымереть. И когда встанет наличник, потом уже просто это будет все вплотную хорошо сделано. Но лучше, конечно, плинтус ставить в последнюю очередь после установки дверей и когда наличники уже стоят. Тогда вы точно сможете подогнать его в размерчик. Основная задача тут попасть в защелки. То есть защелкой лицевой стороны в защелку нижней части плинтуса. Чтобы он встал и больше не вылетал оттуда. Он садится очень плотно. Прямо его даже не оторвать. То есть снимать, когда его, если нужен демонтаж, скорее всего, большая вероятность, вернее, какого-то элемента повреждений. В общем, к этому плинтусу у нас на личной части есть фурнитура, так называемая. Вот уголов, который вы видели внутренний. Мы также вот следующий. Мы начинаем опять от стены, чтобы нам отрезать. Мы опять этот уголок прислоняем, чтобы у нас не было зазоров. И размечаем до того места, где у нас та палка кончилась первая, которую мы устанавливаем. Мы опять зафиксировали, что у нас задержалась. И теперь мы видим размер, необходимый у нас. Отмечаем карандашом. И вот у нас часть, это заглушка, соединительный элемент, так называемый. Соединительный элемент, мы сейчас отпиливаем ножовочкой эту часть. И на место этой дырочки у нас мы не делаем стык-в-стык клинцу, чтобы у нас не было этой щели. Хотя можно оставить, иной раз делают просто хорошо подпилиться, но лучше нам делать болгаркой. И оставить такой стык с помощью герметика его заделать. Но у нас предусмотрены заглушечки, принцесс гнется, и мы вот таким образом вставляем вторую часть в эту ответочку. И достаточно у нас красиво. Главное аккуратненько вставить, чтобы он не задирался. Естественно, по размерам выпить. И вот основной момент, чтобы попал в пазик опять мы, чтобы аккуратненько он защелкнулся и держался. Если он не попадет, он просто не будет держаться, его можно будет легко... В общем, вы поймете, когда он защелкнулся. Это прямо чувствуется. Он там щелчочек. Вот. В общем, видели, да, у нас тут заглушки. Когда я устанавливал, если обратили внимание, когда я устанавливал элемент около двери, на торец маленького кусочка, там вот эта заглушечка дверная. В общем, у нас вот фурнитура и стоит. Это углы внешний, наружный. Наружный здесь не покажу. У нас нет такого угла. Но это вот противоположный, это мы тут внутренний угол у нас, который внутрь комнаты. Да, еще есть острый угол наружный. Вот такие уголки тоже отдельные они подаются. Кроме того, соединительный элемент, который видели, и заглушки на двери. Вот. Все. Больше ничего у нас не предусмотрено. И монтаж, я думаю, не вызывает никаких проблем. Все тут предельно просто. Я думаю, что вы из этого видео, наверное, все почерпнули и самостоятельно, но точно уже поставите плинтус. Это 100%. Как бы больше тут даже дополнить мне, наверное, нечем. Просто делать. Просто аккуратненько делать. Так, ну вот все. Закончили комнату монтаж плинтуса. Белый, 85 мм высотой. Вот так вот смотрится он. Комнату поставили. Вот для тех, кто меня спрашивал, какой плинтус пластиковый, белый, если нет, был спор. Вот есть белый плинтус такой, по-моему, тут покраска идет. Вот, можно посмотреть. В принципе, довольно неплохо смотрится. Для тех, кому невозможно МДФ поставить.